Русский государственный образующий народ Русский государственный образующий народ Русский государственный образующий народ Меж собой, да вообще об этом не говорили Чтобы кто-то себя говорил Да я советский, я же советский человек Как у Бориса Полевого В его романе Повесть о настоящем человеке Ну я же советский человек Понятно, что никто таких слов никогда не говорил Меж собой об этом никогда не говорили И ничего объединяющего не было Русские себя считали русскими Казахи считали казахами Там, я не знаю, грузины грузинами И якуты якутами А вот советскими людьми Никто себя не считал Вот если и считал, то только по просьбе начальства Вот так же читаем Мы живем сегодня в других условиях Деидеологизированных условиях Ну это ложь, просто ложь Потому что идеология Путина И его политического режима Это ультралиберализм И русофобия Официальная русофобия Мы уже в этом не сомневаемся Потому что за два десятка лет Такое количество примеров Русофобии Лично путинской И его режима Все эти решения Что мы уже не сомневаемся Что режим этот абсолютно русофобский Поэтому идеология есть Русский народ является государствообразующим Это основа нашей многонациональной России Об этом сказано впервые То есть так же мы знаем за 20 лет Что никакого государствообразующего Статуса у русского народа нет В правом отношении И те поправки Которые в конституцию Путин Внес противозаконным методом В документ Который не имеет правовой силы Потому что не был принят в 93-м году Большинством голосов И мы точно знаем Что нигде и никогда Этот режим Государствообразующий статус русского народа Не признавал И поэтому никаких выводов из этого Нет и не было Никогда не было Ни в правовых документах Ни в правительственных программах Решениях В программах развития образования Культуры и так далее Ничего Что бы определяло Русский народ Как государствообразующее То есть Человек опять лжет Он повторяет то Что говорили мы Когда мы требуем Русского национального государства Мы говорим Что русский народ Государствообразующий Если это будет отражено в праве То это и будет Русское национальное государство До этого Как говорится как шапкой до Луны не добросишь. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Мы заинтересованы в том, чтобы Россия существовала, а РФ нам не родина и не государство, а оккупационный режим. И только так и никак по-другому мы не можем трактовать то, что делают Путин и путинисты. Это оккупанты. К России они не имеют никакого отношения. РФ не Россия. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы Россия возродилась, а РФ рухнула. Для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной, многоконфессиональной страной, то есть это сразу все ликвидирует все слова о государствообразующем статусе русского народа, потому что Россия никогда была ни многонациональной не была, ни многоконфессиональной точно. Это была русская православная страна. Так Господь Бог распорядился, так он устроил. А вот большевики, а за тем и гельцинисты и путинисты, утверждают вот эту собачью чушь, как будто много наций может быть в одном государстве. В государстве может быть только одна нация. В русском государстве это русская нация. В государстве россиян вообще никакой нации нет. Есть просто рабы. Вот нас в рабов и пытаются обратить, когда говорят про многонациональный, многоконфессиональный народ. Его нет. Нужно, чтобы представитель каждого этноса и даже самого малого чувствовал, что это его родина. Вот так он подчеркнул другой, у него нет. Он здесь защищенный, он готов в жизнь положить свою, чтобы защитить эту страну. Вот в этом и заинтересован каждый из нас, и к каждому народу, к какому народу он бы не относился, в том числе и русский человек. Это тоже ложь, потому что у многих народов, которые живут на территории России, есть свои национальные государства, этнократические государства. Из 15 республик 13 стали этнократиями. И все живущие или находящиеся на территории РФ представители этих народов, ставших титульными, вовсе не имеют единственную родину в Российской Федерации или в России. Они выбрали себе другую родину. А если они выбрали Россию как родину, то они должны превращаться из казахов, армян, молдаван и так далее в русских людей. Но этому препятствует именно путинский режим, который Россию, русской, не видит вообще. Поэтому еще раз скажу, мы заинтересованы в полном крахе Российской Федерации. Не как государство, потому что это не государство, а политического режима. Путина, Ельцина и предшествующего им коммунистического режима. Они являются прямыми продолжателями той русофобии, которая была внедрена в коммунистическую идеологию. Сейчас она просто открыто проповедуется, открыто реализуется в политических репрессиях против активистов русского движения, против русского мировоззрения, против русской культуры. Достаточно включить телевизор, пощелкать программу, чтобы убедиться, что вся информационная среда создана антирусски. Посмотрите в интернет тоже, покопайте, что там русского. Там русские группочки едва-едва тянут свое существование, и русского там практически нет. То есть русские никогда и ни в чем от Путина, Ельцина и коммунистов не получали никакой поддержки. Никогда. И поэтому русский народ потихоньку рассеялся, от него практически ничего не осталось. Нет ни русского общества, ни русской культуры, ни русской литературы. Практически все у нас отнято. Есть отдельные энтузиасты, но они не составляют явления культуры. И этих энтузиастов, если не поддерживать, то никогда культура и не возродится. И если в политической культуре не поддерживать русскую компоненту, то России не будет никогда. И сейчас актуально нет. Вот сейчас, в данный момент, вокруг нас это не Россия. Это руины России. Что там он еще сказал, последний абзац остался. Вот если мы подумаем с этой точки зрения, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого Россия только для русских, только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри, а это мы допустить не должны. Такого лозунга никогда ни один русский человек не выдвигал. Никогда не было его в политическом поле. Что Россия только для русских. Россия и для русских тоже. Поэтому мы говорили, что Россия для русских, прежде всего для русских. Вот будет самое точное. Россия прежде всего для русских, потому что Россия русская страна. Это не означает изменение правовых норм, которые ставят русского человека в правом отношении выше, чем другого гражданина России. Но это изменяет политику самым кардинальным образом. Политику иммиграции, например, или политику в области культуры и образования. Все изменяет. Все изменяет лозунг «Россия для русских». Мы стояли на этом лозунге и будем стоять. Россия для русских, Россия русскую власть. Вот это и является основополагающим моментом русского национального мировоззрения. Врагом которого является Путин и вся его, извините за выражение, кодла. Уничтожение этого политического режима является вопросом жизни и смерти для русских. Продолжение этого режима – это наша смерть. Полное, окончательное исчезновение русского народа, исчезновение России как исторического, политического субъекта, не только мирового значения, а даже и локального. То есть исчезновение России уже в этом веке предопределено той политикой, которую ведет сейчас Путин. Поэтому устранение от власти Путина и путинистов – это наша прямая, непосредственная задача, которую мы должны решать своими способами, не теми, которые им удобны. Им удобны способы, когда они могут проводить репрессии. Мы меж собой должны, прежде всего, договориться и создать ту силу русского большинства, которая потом публично, потом, а не с этого все начинать, потом публично выступит так, что мало не покажется. А сейчас не надо задирать вот этого зверя, который, конечно, сам сдохнет. Эти волки, которые сидят во власти, перегрызут друг друга. И, слава богу, мы только будем поддерживать это. Путин с Навальным там зацепились, навальнистые, путинистые, пусть дерутся до крови, до смерти. Нас это не волнует, нам и те, и другие враги. А нам надо собрать то, что будет возрождать русскую Россию. Не против нерусского населения, а вместе с ним и втягивая в те задачи, которые ставит русская национальная власть. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси!